Существуют очень легкие методы балансировки состояния, имеется в виду психологического. И они настолько естественны, что все к ним интуитивно стремятся так или иначе, но если в умении четкого осознания, для чего это нужно, то всегда найдутся дела посрочнее. Чем крупнее город, тем ситуация становится категоричней. Первое – это вода. То есть вода желательно, конечно, проточная, но вот большие крупные озера здесь в данном случае, они тоже проточены, через них течет ручей. Гулять вдоль реки, во всех городах, допустим, Золотого кольца, они построены на основании набережных. Это становится культурное явление. Это красиво, это приятно, но это и для баланса психики. Почему люди стремятся на море? Не только для того, чтобы купаться. Очень многие, с кем я разговариваю, на море ездят не купаться, они там находятся. Они позволяют себе быть. И вот вода – это самое первое, на что мы, ну, можно сказать, запрограммированы от природы. Второе – это огонь. Поэтому комбо, когда люди едут жарить шашлыки, допустим, на реку, это абсолютно интуитивное стремление получить какое-то равновесие. То есть избавиться от городского шума, послушать природу. Тот же самый плеск воды достаточно ритмичен. И ритмика, она очень хорошо налаживает гипоталамогипофизарную систему и связанные с ней области. Третье – это лес или горы. Здесь вместо состояния они тоже действуют выравнивающе и вместе с тем, как бы, возвышающе. Но особенно горы. И принципиально важно, первое, во-первых, осознавать это. Второе – это себе обязательно давать. И третье – давать это себе столько, сколько нужно. И те видео, которые я публиковал на канале, там, про огонь, как раз, про воду и про горы. Не для того, чтобы, как в комментах написали, настройка через монитор. Нет. Просто для того, чтобы люди, когда смотрят, у них отрезонировало внутри. И ум, наконец-то, принял эту идею, что на самом деле природа наше все. Почему бы и не позволить себе в реальности этим заняться? То есть это практика. Это нужно телом делать. Думать об этом бесполезно. Аффирмации на эту тему не сработают. Ставить заставку на рабочий стол тоже абсолютно утопия. Нужно находиться в этом пространстве. Это определенный ионный состав в воздухе. Обоняние очень тесно связано с самой древней частью нашего мозга. То есть это настолько в нас вшито, что лучше с этим просто не спорить и просто применять.